Сезон 2015 года еще раз доказал, Анапа – один из самых популярных в нашей стране курортов детского и семейного отдыха. Достойно встретить свыше трех миллионов гостей – огромная ответственность. Формула успеха – безопасность отдыха, качество услуг и беспрекословное соблюдение требований контролирующих и надзорных органов. При подготовке к сезону 2016 года предприятия отрасли вложили в собственное развитие 2,5 миллиарда рублей. Ведущие здравницы Анапы обновили оборудование, отремонтировали корпуса и расширили спектр услуг. На общегородском совещании заместитель главы Анапы Людмила Терещенко отмечает, санаторно-курортная отрасль – это еще и 3,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Мы все, подчеркиваю, не только администрация, мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы эта предпринимательская деятельность осуществлялась строго в рамках закона, потому что это легальные рабочие места для анапчан. Белая заработная плата, безопасность и качество предоставляемых услуг. И конец – это стабильные налоговые поступления в бюджет курорта. Поступления налоговых платежей от деятельности индивидуальных предпринимателей в 2015 году составили 120 миллионов рублей. Думаю, никому из присутствующих не нужно объяснять, что доходная часть бюджета – это гарантия выполнения нами социальных обязательств перед населением. Хотелось бы, чтобы такие примеры, как незаконная гостиница на Ленинградской, в Анапе стали исключением. Нет ни гарантии безопасности, ни качественных услуг, ни налогов в бюджет. Содержание пляжей – еще один акцент предстоящего сезона. На долгосрочной основе они переданы в пользование здравницам и есть все возможности доверия муниципалитета оправдать. Благоустройство пляжных территорий – единственное, но неукоснительное требование городских властей. Глава Анапы напоминает о социальной ответственности. Я очень строго буду спрашивать за пункт договора, где прописано создание благоприятных условий на территории пляжа для маломобильных граждан, то есть для инвалидов. Пожалуйста, создавайте эти условия согласно пункту договора, хотя бы минимальные. Вот на секунду представьте себя на месте этих людей. Они и так ущемлены в жизни, но неужели это большие затраты сделать трап мобильный, который можно убирать, чтобы техника проходила, приобрести какое-то устройство. Это все можно сделать при желании, и не на один год. Детский отдых – бренд Анапы. Ежегодно по путевкам мы принимаем свыше 200 тысяч детей со всей России. Просчеты в работе отдельных частных охранных предприятий могут дорого стоить всему курорту. И это ответственность руководителей здравниц. В списке нарушителей – «Жемчужина России», «Планета», «АК», «Буревестник». По поручению главы нашего города мы ведем постоянный мониторинг здравниц на предмет свободного доступа. Так, к примеру, 25 мая членами МВК выявлено нарушение в приазовце, демблюке и счастливом детстве. В целях усиления мер детской безопасности необходимо увеличить количество видеокамер по периметру соответствующих здравницах. Органам МВД усилить контроль за качеством и законностью работы ЧОПов, работы сотрудников полиции, планируемых на круглосуточных дежурствах, пансионатах и лагерях. Сергей Сергеев обращается к руководству отдела МВД России по городу-курорту с призывом не констатировать вопиющие факты, а принимать меры. Безопасность на территории Анапы должна быть общая. У вас есть все права об отзыве лицензии. В самое ближайшее время я попрошу предоставить информацию мне о проведенной работе. О том и только говорим. Там пьяный охранник, там преступление против половой неприкосновенности, а охранная структура на территории присутствовала. Сколько мы лицензии отозвали. Насколько я знаю, если не поменялось законодательство, то два нарушения зафиксированных со стороны охранного предприятия могут послужить поводом к отзыву. К вопросам безопасности возвращались не раз. Контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на курорте – одна из приоритетных задач, которую поставил глава Анапы. Роспотребнадзор проанализировал ситуацию и дал свои рекомендации. Особый спрос будет с гостиниц и санаториев, на территории которых расположены бассейны. Они должны быть оборудованы специальными системами очистки. Постоянно будет вестись мониторинг качества продуктов на рынках и в магазинах. И еще одна сезонная проблема – комары. К сожалению, она принимает сегодня политическую окраску. ВОЗ объявил территорию от Абхазии до Таманского полуострова, территорию, где возможно распространение лихорадки ЗИКа. ВОЗ объявил, хотя наши не подтверждают, но тем не менее уже переходят комары на политический уровень. Анапа всегда проводила данные мероприятия. Сегодня мы идем пока без особых вопросов. Общими усилиями договорились бороться с контрафактом и несанкционированной торговлей. На курорте должен быть порядок. При этом значительно повысится качество услуг. А санаторно-курортный комплекс нацеливает на развитие лечебной базы. Именно это направление может стать главным до перехода на круглогодичный режим работы.